Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Итак, если вы пресс-секретарь Белого дома, слава богу, что нет, но если бы были, то у вас было бы две задачи. Узнать взгляды президента на то, что происходит в мире, повторить их, и постараться запомнить имена этих людей, сидящих на стульях в комнате для брифинга. Это нелегкая и неблагодарная работа, вы не вершите политику, не принимаете решений, вы повторяете линию партии. В обычное время нужно больше креативности для того, чтобы продавать помаду Лореаль, чем быть пресс-секретарем Белого дома. Это утомляет, но не при Джо Байдене, при Джо Байдене это абсолютно иная работа, правила изменились. Если вы пресс-секретарь Джо Байдена, то должны соображать на лету, так как ваш босс не может. Так что каждый раз, когда Джо Байден выходит наружу, вас будут звать, чтобы вы объяснили, что именно он имел в виду, предполагая, что он вообще что-то имел в виду. Например, сегодня Байден сказал, вы фрустрированы. Я прямо во рту это чувствую. Какая же фрустрация на вкус. Смесь ноток жирного бекона, ароматного манго и малины с привкусом лошадиного седла. Возможно. Джо Байден не уточнил. Пресс-секретарь Белого дома должна знать, это ее работа. Вот другой пример. Какой сенатор Соединенных Штатов представляет штат Флорида, а какой штат Висконсин, что близко не Флорида. Что ж, пресс-секретарь должна знать и это на случай, если Байден облажается, как, например, сегодня и так далее. Так что это непросто. И особенно, когда темы серьезные, вроде ядерной войны. Пару недель назад Джо Байден пообещал свергнуть правительство России, которое готово вести ядерную войну, имея не менее шести тысяч ядерных боеголовок. Это не шутка. Начать мировое пожарище и закончить жизнь человека на планете. Так что пресс-секретарю пришлось объясняться. Мы не выступаем за убийство главы другого государства или смену режима, объяснила Джен Псаки, несмотря на то, что Джо Байден только что призывал к смене режима в России. Так что это большая власть? Как кто-то вроде Джен Псаки, кто-то настолько очевидно бесталанный, пресный, глава гендерных дисциплин из Гринвича, как этот человек получил столько власти в нашем правительстве? Хороший вопрос. Сейчас власть сдается вместе с должностью пресс-секретаря. Несколько часов назад Псаки объяснила, что федеральный закон больше не относится к сторонникам Джо Байдена. Они могут угрожать сколько угодно судьям Верховного Суда, пока они на правильной стороне по абортам. И мы цитируем. Мы, конечно же, будем поддерживать протесты перед домами судей, сказала она. И сказав это, она стерла сотни лет политики и традиций, и еще раз подорвав цивилизованность и приличие. Она так может, так как она пресс-секретарь. Она Джен Псаки. Или была. Через неделю она идет на MSNBC в качестве соведущего новостей. Пожелаем ей удачи. Удачи, Джен Псаки. В то же время интересно, кто ее заменит. Кто может ее заменить? Кто способен на это? Есть ли в стране еще один человек столь же поверхностный и предвзятый, как Джен Псаки? Что же есть? Ее имя Карин Жан-Пьер. Послушайте, как Джен Псаки, Джен Псаки описывает Карин Жан-Пьер. Итак, как вы все знаете, она будет первой ЛГБТКЮ плюс чернокожей на этой должности. Первая чернокожая гей будет говорить от имени президента. И станет первой чернокожей ЛГБТКЮ плюс. Первая открытая гей-чернокожая. Первая открытая гей-чернокожая. Первая открытая гей-чернокожая. Станет первой чернокожей ЛГБТКЮ плюс на должности пресс-секретаря Белого дома. Что ж, вы услышали прямо о Джен Псаке. Она будет первой, цитата, ЛГБТК плюс пресс-секретарем Белого дома и слава Богу. Но перед тем, как начать это отмечать, небольшой вопрос. Что ЛГБТК плюс значит? Эй, Джен Псаке, а ну-ка объясни каждую букву из этой аббревиатуры. И что она значит? Мы подождем. Но не переживайте, она не будет этого делать, потому что, как и все, использующие эту фразу, Джен Псаке вообще не имеет представления, что это значит. Это один из тех терминов, которые не надо определять. Однажды они начинают использовать его. ЛГБТК плюс! И каждый, кто спрашивает значение, немедленно определяется как чужак. Это вообще-то не слово. Слова должны иметь смысл и передавать его другим людям. Но не в этот раз. Это лакмусовая бумажка. И это видно. О, ты не знаешь значение ЛГБТК плюс? Приглядывайте за ним. Ненавидят геев. Так или иначе, не задавайте вопросов. Карин, Джан, Пьер, первая ЛГБТК плюс, пресс-секретарь Белого дома. Это все, что нужно знать. Это хорошо. Заткнитесь и радуйтесь. Вот как она получила работу. Она в правильной группе. А администрация Байдена думает исключительно группами и никогда личностями, так как личность неудобна. Группа, вот что важно. Именно так они подбирают судей Верховного Суда или вице-президентов или членов Федерального резерва. И теперь великая роль пресс-секретаря ушла кому-то из этой группы. Это очень просто. Покажи нам свое фото, и мы скажем, квалифицирован ли ты для работы. И во многом Карин, Джан, Пьер идеальна для работы. Она не только член ЛГБТК плюс сообщества. Она также продукт частной школы и лиги плюща. И все же она угнетаема. Она зла, что Америка, несмотря на все привилегии, расистская система угнетения. И она рада рассказать вам об этом. Вот она. Когда он избрался, я думаю, люди посчитали, что мы в пост-расовой Америке. Но это не так. Я думаю, что мы узнали, что расизм все еще реален здесь. И преграды, которые он видел. Ужасная расистская риторика о черном семействе в Белом Доме весьма ясно показывала, что ты видишь ненависть и чувствуешь ее. Я просто думаю, что у Америки большая проблема с расой, и она настоящая. Да! Они выбирают Обаму и продвигают меня, несмотря что я не квалифицирована для работы. Значит, это расистская страна. Для этого есть понятие, достаточно правильное, край-буллинг. Да? Не бей меня, говорят они, ударяя вас по лицу. Зачем так делать? Потому что работает. Ты ноешь про расизм, и ты в лучших школах, и в итоге тебя продвигают в главу правительства. И твое наличие наверху пищевой цепочки не менее как свидетельство, что страна все еще расистская. Или так, или ты не объяснишь свою должность. Какая успешная схема для людей типа Карин Жан-Пьер. Она работала на MSNBC, она знает схему наизусть. Вот она в 2020-м опять кричит про расизм. Итак, если вы предположите, что ковид пришел из Уханьской лаборатории, что вообще-то правда, то согласно Карин Жан-Пьер, вы не пытаетесь узнать правду. Нет. Угадаете, кто вы? Вы расист? Раса, этнос. Это легкие цели. Вы говорите, что это иностранный вирус. Я заметила, люди твитят китайский коронавирус. Как Такер Карлсон сказал, да? Если смотреть на Fox News. Fox News были расистами до коронавируса. Оставались расистами во время коронавируса. Fox News будут расистами после коронавируса. В этом нет ничего нового. Итак, критиковать китайское правительство, могущественнейшую организацию в мире, расизм. Конечно, критиковать сильных, это всегда расизм. Америка сама расистская. Говорить о ковиде расизм, что не расизм? Что ж, мы проверили твиттер Карин Жан-Пьер, чтобы узнать, что не расизм. Нашли не особо много, но нашли длинный список того, что есть расизм. Вот далеко не полный список из того, что мы нашли, расистских людей и вещей, согласно новому пресс-секретарю Джо Байдена. Джон Корнан, расист. Джо Арпайо, расист. Забор на границе. Нужно ли говорить? Конечно же, расизм. Розан Барр почему-то расист. Имя Покахонтас, расизм, несмотря на то, что это настоящее индейское имя, все равно расизм. Майк Хукаби, выглядит милым, но он расист. Шатдауны правительства, не похоже, чтобы они были связаны с расой, хо-хо-хо, они тоже расизм. Дональд Трамп, расист, это очевидно, вы и так это знали. Джефф Сэшенс, также расист. Брексит, опять же, не связан с расой, но не значит, что это не расизм, согласно Карин Жан-Пьер. Эд Гиллэспи, кандидат в сенаторы в Вирджинии, расист, слава богу, он не победил, Рон де Сантис победил во Флориде, и это плохо, так как он расист. Стив Бэннон расист. Себастин Горка расист. А знаете кто? Самые расисты. Республиканцы, критикующие Ральфа Нортома за блэк фейс в куклу к склановской одежде. Ты расист? РОСИСТ! Если укажешь на расизм, если расист, демократ. Так круто! Дайте этой девушке хорошую работу! Возможно, вы закатываете глаза, так как слышали это миллион раз. Мороженое, Шекспир, расизм! Но задумайтесь на секунду. Это человек, которого администрация Байдена наняла, чтобы говорить нам, что на самом деле Байден имел в виду, когда говорил, например, что собирается убить Владимира Путина. Сколько ждать, пока она назовет Путина расистом? Возможно, уже назвала! Чем это обернется во время войны? Ждать осталось недолго, чтобы выяснить. Вот еще невероятно расистская вещь, согласно новому пресс-секретарю. Конечно же, закон об АйДи избирателей. Так, вы обнаружите закон об этом АйДи в любой стране на планете, включая Африку. Но это не делает его нерасистским. Чтобы принять этот закон угнетения избирателей, кроме кромсания закона о правах избирателей, вам также нужны люди, чтобы принять этот ужасный закон. Я так рада, что о проблеме Джорджи говорят каждый день. Она привлекает внимание страны и должна, потому что это чистый расизм. Это чистый расизм! Итак, если подумать, мы начали шоу со слов, можно ли найти кого-то более раздражающего, глупого, агрессивного, чем Джен Псаки, которая уходит в МСНБС на неделе. И ответ, о да, администрация Байдена может найти еще хуже. Это их работа. И еще раз, закон об АйДи избирателей, расизм, согласно Карин Джан Пьер. И если у вас он есть, то у вас нечестные выборы. Напоминание, мы цитируем, Брайан Кемп украл выборы губернатора у жителей Джорджи и Стейси Абрамс, пишет она в апреле 20-го. Что-то такое она говорила за 4 года до этого, в 16-м, еще цитата. Украденные имейлы, украденные дроны, украденные дроны, украденные выборы, добро пожаловать в мир не президента Трампа. Если мы правильно прочитали. Но поглядите еще раз. Она использует термин украденные выборы. Она сомневается в честности выборов. Она говорит о теориях заговора. Да, мой друг, именно так. И знаете, что это значит? Мы знаем, так как мы читаем журнал Атлантик. То, что вы услышали, это наглая атака на нашу демократию. Это унизительная атака на наши нормы, святые нормы. Похоже на то, дамы и господа, что Карин Жан-Пьер это мятежник, хотящий переворота, возможно, финансируемый самим Путиным. Зовите юстицию и несите электронный браслет. Шучу. Беру слова назад. Мы не сомневаемся в Карин Жан-Пьер, так как это самый расизм. Редактор субтитров А.Семкин